Ольга Толмачева. Сборник рассказов «Чудо». Это чудо, когда слова выстраиваются в ряд, берутся за руки, подхватывают воображение, летят, оставляя на бумаге ажурную вязь образов. Чудо, радость и большое удовольствие. Ольга Толмачева. Рассказ «Отпуск». Андрей закурил и тут же погасил сигарету, воткнув заискрившийся фитилек в мокрый песок под ногами. Солнце, сверкающая гладь океана и легкий живительный бриз взывали к разуму. Курение опасно для вашего здоровья? Не просто опасно, кощунственно, по отношению к усилиям Творца, придумать в океане. На случайном пересечении умозрительных параллелей и меридиан этот маленький земной рай, куда Андрей с женой с трудом добрались, проведя в воздухе неисчислимое число часов полета. Они выбрали это место, изучая школьный глобус сына. Аля, зажмурившись, ткнула пальцем, и ее маленький ноготок зацепился на острове. Андрей выпрямился, вскинул руки, с наслаждением потянул плечами, словно желая схватить, приблизить еще дремлющий берег, изрезанный валунами, о которые слабо били зеленые волны, бледное солнце, едва показавшееся над горизонтом, неугомонных чаек со свистом, проносящихся над головой, и воздух в мелких брызгах, терпкий, соленый, дурманищий. На рассвете он неслышно вышел из номера, боясь разбудить жену. Аля забылась и затихла только под утро, и теперь спала, свернувшись к клубочкам, по-детски трогательно положив под щеку сложенные вместе ладошки. Ее усталый вид, тени под глазами, бледная прозрачная кожа, все кричала. Процесс идет. Страшные клетки убийцы, словно гроздь винограда. Это он увидел на снимке у доктора. Ни на секунду не унимались. Продвигаясь вглубь, безжалостно крушили хрупкую оборону. Карабкались, цеплялись, вгрызались в молодую здоровую плоть. Методично уничтожали. Закрывая дверь, Андрей оглянулся. Стало совсем светло, несмотря на плотно задернутые шторы. День занимался щедрый. Он вернулся впустить в спальню утренний воздух. Распахнул балконную дверь, и комната наполнилась густым ароматом и треском цикад. Он увидел, как у Али легонечко дернулась века. Почувствовал, как горячо дышит. Наверное, температура, машинально подумал. Резанули изможденные плечи, острые, беззащитные, покорные, под простыней на белоснежной подушке. Внезапно силы его оставили. Снова мучительно встал вопрос, правильно ли сделал, что привез жену из далекой Москвы сюда, на край земли, больную, измученный, уставший от бесконечных процедур, анализов, капельниц, длинных больничных коридоров, вопреки протестам родных, запретам врачей. Он устало направился к океану. Когда-то Андрей был легкоатлетом. Легко, без усилий преодолевал большие расстояния, запутанные марафоны по песку и бездорожью. Его тело, налитое, упругое, словно пружина, быстро заводилось, безупречно служило. Он лихо играл мышцами и ловил на себе восхищенные взгляды. Они и познакомились с Сарей на соревнованиях. Андрей увидел ее на трибуне в лужниках перед забегом, тонкую тростинку в красном спортивном костюме. Она радостно махала ему флажком. Вокруг было много ярких, приветливых девушек, но эту веселую, лучезарную, скопной пшеничных волос запомнил сразу. И, кажется, тут же влюбился. Мощно рванулся с старта, решив, что обязательно должен познакомиться. Может, поэтому и к финишу прибежал с огромным отрывом, боялся исчезнет, уйдет. Утро было спокойным. Золотой сияющий диск солнцу всплывал из океана, освещая выступающий мыс с чахлыми кустами. Несмотря на ранний час, песок прогрелся и даже слегка обжигал ноги. Андрей собрался привычно пробежаться вдоль берега, пока не жарко. Но не смог, тело не слушалось. Он сел на белый песок и обхватил голову. Неподалеку тихо плеснулась рыбка. Прохладные волны, пузырясь, обдали по колено, зажурчали, запели. Он поднял голову к небу. Солнце, нечеткое, размытый от соленых брызг, расплылось в утренние дымки. Андрей глубоко вдохнул. По скрюченной, мускулистой спине пробежала нервная дрожь. Он впервые расслабился, дал выход боли. Знал, на пустом берегу никто не увидит. Здесь он один. Можно не прятаться от назойливых глаз любопытствующих, не контролировать чувства, слова, не изображать неуместную в его положении бодрость духа. Можно остаться собой. Он сидел на песке. Большой, раненый человек. И рыдал от бренности жизни, безысходности. И Бог знает, от чего еще. Вдруг почувствовал, как смертельно устал. Год назад врачи безжалостно вынесли жене приговор. Онкология. Тяжелая, быстрая, самая беспощадная форма. Был зимний вечер. Врач стоял у стола, повернувшись к окну, и теребил руками пухлую больничную карту. Руки, огромные, суетливые, хаотично исследовали бумагу на прочность. Они и сказали Андрею самое главное. Опытный, закаленный доктор, каждый день встречающий горе и боль, не мог поднять глаза. Услышать такое не по силам и олимпийскому чемпиону. Андрей так и запомнил. На столе руки-лапы смущенного доктора. И еще тихий снег во дворе. Стали безразличны карьера, связи. Болезнь определила главное, подвела черту. Отбросила как хлам второстепенное. Не оставив следа, исчезли амбиции, страсти, споры. О чем? Обиды? По какому поводу? Мир раскололся. Началась смертельная схватка. Длинный, утомительный забег по пересеченной местности. Главный приз — жизнь. Стали остро нужны деньги, как воздух, в обмен на маленькую ампулу дорогого лекарства, убивающего зловредную клетку. Постоянно, ежедневно. Андрей крутился как мог. Нагружался сверхурочно. Зарабатывал всеми доступными способами. Даже вспомнил юношеское увлечение, саксофон. Но денег все равно не хватало. Уже много месяцев он жил, боясь сделать себе поблажку. Только не раскиснуть, не расслабиться. Занимал в долг, брал кредит, возвращал снова, брал, чтобы купить жене препарат новый, только прошедший клинические испытания, сулящий долгожданную передышку. И только ночью, когда Алька неспокойно сопела на плече, отдыхая от дневных мучений, накатывал отчаяние. Андрей перебирал ее тонкие пальчики, смотрел невидящим взором в пустой потолок и безмолвно взывал к помощи. Если бы он мог, большой, сильный, передать ей свое здоровье, пустить на кончике шприца капельку своей жизни. О, как бы разбежалось вражье племя. Его энергия, он уверен, способна творить чудеса. Серое утро не приносило облегчения. День был расписан по минутам. Больничные кабинеты, процедуры, врачебные консультации. Как итог в конце дня взгляд Али, потухший, потусторонний, он видел, как она таяла. Малыш, прошу, не сдавайся. Я с тобой. Мы будем бороться. Навсегда расстаемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумажке простой кружок. Это буду я. Ничего внутри. Посмотри на него. И потом сотри. Андрей с раздражением прочитал на обложке имя автора книги, которую читала Аля. Бродский. Закинул книжку на шкаф. С глаз долой, что бы ни попадалось. Ничто так не подводит, как отсутствие веры. Андрей очнулся, когда услышал рядом чьи-то торопливые шаги. Сколько вот так он уже сидит. Увидел немолодую супружескую пару, бегущую, взявшись за руки по береговой кромке навстречу солнцу. Он давно заприметил эту парочку. Впервые увидел в холле у барной стойки, когда они с женой выгрузились из такси, стройного загорелого мужчину в майке и спортивных шортах и его густо накрашенную спутницу в коротком, вызывающем, чересчур декольтированном платье. Они сидели в темноте зала и потягивали из высоких бокалов трубочками коктейль, над чем-то смеясь. Андрей не сразу понял, что привлекло его в странной паре. Просто не оторвать глаз. Дама откровенно прижималась к спутнику, кокетливо дразнябила снежной улыбкой. Почему-то подумалась, как прекрасно поработал стоматолог, смастерив такую великолепную челюсть. Мог бы не так стараться. Зубы сияли на дряблом лице неестественно молодо. У дамы была выжжена кожа, сморщенный пергамент на обнаженных руках. Пустая выпитая грудь, вся в глубоких морщинах, лежала почти на коленях. Но спутника это, кажется, не смущало. Он охотно откликался на такующий призыв. Андрей видел, как пару раз рука мужчины шаловливо коснулась ее из худалой коленки. «А ведь он даже не видит, как смешно дама выглядит!» Кукла разрисованная, усмехнулся. Эту парочку заметила и Аля. Кажется, даже пыталась услышать, пока он заполнял на рецепшн бумажки и получал ключи, о чем говорят. Лишь потом, много дней позже, когда еще несколько раз они столкнулись в ресторане за завтраком, на пляже и еще где-то понял, что его привлекло. Они были счастливы, без времени, вне пространства. Андрей увидел, как влюбленно смотрят, глазами прежними, юными, как, склонив голову, дама тянется к своему немолодому спутнику, стараясь расслышать сквозь шум прибоя, о чем говорит, как теплится его взгляд от прикосновений. Надо же! За столько лет они по-прежнему не утратили интересы друг к другу. Дама и сейчас была для мужчины юной, желанной, несмотря на свой чересчур костюмированный вид. А ведь он, наверное, до сих пор ревнует. Смешную старушку заметила Аля, когда они поднимались на лифте. Супруги жили, играли, излучали любовь. В зыбком изменчивом мире их протяженное чувство было спасением, дарило надежду, что не все так безысходно в жизни. Есть вещи посильнее времени. Хотелось снять перед ними шляпу. И мы с тобой через сто лет будем такими же смешными. Андрей накрыл Алю рукой, и она утонула подмышкой. Тусклый свет лифта осветил ее увлажняющиеся глаза. А ты скажешь мне, не буду с тобой танцевать, у тебя туфли немодные. Аля всхлипнула и прижалась крепче. Ну что ты, малыш, мы еще всем покажем. Мы повоюем. Одной рукой Андрей поднял невесомую жену, отодвинув служащего, очень рассчитывающего на чаевые. Другой схватил чемодан и лихо полетел по коридору отеля к себе в бунгало, огибая расставленные тележки с гостиничным барахлом. Андрей вошел в воду. За ночь океан остыл. Прохладная волна окатила его могучий торс. Он поплыл, не щадя сил, энергично взмахивал руками, высоко выныривал, глубоко покружался в воду. Плыл не технично, не спортивно, словно хотел подавить крик. Уйдя далеко от берега, долго лежал, раскинув по сторонам руки, пристально глядя в ослепительно синее небо. Спустя полчаса он уже шел обратно, печальный и истощенный. Знал, что нужно собраться, излучать оптимизм и уверенность, если раскиснет катастрофа. Осторожно повернул ручку на двери. Аля сидела на балконе, увитом цветами. На голове туго косынка. Увидев мужа, радостно протянулась навстречу. Глаза сухие, ввалились в глазницы. Температуру мерила? Да, как всегда. Андрей вздохнул. Увидел на коленях томик стихов. Обнял Алю, и она почувствовала на щеке прохладу воды. День занимается. Ты сегодня будешь купаться. Обязательно. Собирайся, пока не жарко. Думаешь, можно? Не думаю. Знаю. Как спала? Обычно. Андрюш, ты послушай, как сказал Бродский. Аля раскрыла томик. Да будет мужественным твой путь. Да будет он прям и прост. Она взволнованно встала. Да будет во мгле для тебя гореть звездная мишура. Голос не слушался. Я счастлив за тех, которым с тобой может быть по пути. По щеке жены скользнула слеза. Отвернувшись, Аля уткнулась в веточку экзотического растения. Это все будет у тебя. Потом. От слова «потом» его обожгло. Он судорожно схватил ртом воздух и тихо, боясь проявить себя, выдохнул в сторону. Не со мной. Припухшими глазами она осторожно взглянула. Андрей нахмурился. Протянул руку в намерении отобрать книжку. И еще вот это, Андрюшенька. Послушай, пожалуйста. Аля торопливо пресекла его жест. И значит, не будет толка от веры в себя, да и в Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. Последние слова она прошептала без звука одними губами. Андрей выхватил и отбросил в сторону книжку. Притянул жену. Ты не должна это читать. Что-нибудь другое, не это, не могу не читать. Эти слова откуда-то с того света. Про меня, солдата. Бродский предупреждает. Все знает. Нет сил оторваться. Женщина, я запрещаю тебе это читать. Андрей шутливо сдвинул брови. Это потом. Мы почитаем это в Москве, когда болезнь отступит. А сейчас нужно жизнеутверждающее. Например, Пастернак. Его стихи стакан отжатого сока. Полезны, целебны, как воздух садовый, как сода настой. Шипучка играет от горечи тополя. Слушайся. Почувствуй разницу. Аля попыталась улыбнуться, стирая со щек слезы. А теперь на пляж. А завтрак закажем сюда. Никого не хочу видеть. Только ты и я. А Пастернак? Пастернак? Думаю, его смогу вынести. Во время приема таблеток. Вместо. На часик, но не больше. Иначе... Андрей сделал страшные глаза. Зарежу. Аля засмеялась, всплеснув ладошками. Смех колокольчиком. Андрей уже забыл этот веселый перелив. Андрюшка, ну, солнце. Врач сказал, солнце, когда в меру полезно. Нам без солнышка обидно, в поле зернышко не видно. Доверься мне. Он привез ее сюда на страх и риск, когда отступила надежда. Когда врач сказал, по-прежнему не глядя в лицо. Мужайте. Мы сделали все, что могли. И Андрей почувствовал, как сдавило горло. Сколько осталось, доктор? Это не у меня, спрашиваете, в храме. Но, доктор, неужели совсем ничего? Стены поплыли. Он схватился за дверной косяк. Пожалейте жену. Она устала. Пусть уйдет счастливая. Счастливая. И тогда он решился. Давно знал, как Аля мечтала побывать на океане. Спрашивала, правда ли волны там гигантские, несколько метров высотой, протяженные, длинные, а вода вязкая, изумрудная. Правда? Всегда находились дела более важные, неотложные, срочные траты. В последнее время из-за болезни об этом уже и не думали. И так не хватало денег. И сын подрастал. Теперь же услышав Алин смех, Андрей воспрял духом. О, как нелегко было решиться на эту поездку. Сначала восстали родственники. Ты думаешь? Ты просто сошел с ума, говорили. Да и врач был не очень доволен затеей. Из снежной Москвы на солнце, в тропике, в таком состоянии. Он собирался в дорогу, яростно отметая все возражения. Да, это безумие. Согласен, может наступить ухудшение и тратить последнее, что осталось бессмысленно. Ведь могут понадобиться лекарства, дополнительные процедуры. Да, 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 тысячу раз да. Но разве Андрей сможет потом? Потом. Он силой зажмурил глаза. Потом. Простите, что разум, как всегда, оказался тверже сердца. И этот остров? Разве приедет он сюда без Али? И горькой виной станет отчаяннее, что не покачал жену на гигантских волнах, бережно поддерживая хрупкое тело. Он все понимал. Не дурак же, в конце концов, что, возможно, еще не добравшись до места, он сразу же пожалеет о своей затее. И что риск огромный, и это путешествие уж точно не придаст здоровья. А может, даже наоборот, что тогда. Но ведь был шанс. Маленький, микроскопический. Да нет, не вылечить. Он давно стал реалистом. Сделать жену счастливой в последние земные дни. Они укрылись от посторонних глаз на небольшом, но собственном пляже. Здесь можно было целый день ходить по берегу и плавать ногишом, не стесняясь синюшно-бледного цвета кожи. Все равно никто не увидит. Персонал тактичен, отдыхающих в этом сезоне немного. Он лежал под навесом и наблюдал, как Аля плещется в океане, готовый, как обычно, бежать на подмогу. Андрюшка, я похожа на рыбку. Лежа животом на песке, жена выгнула спину, пыталась вытянуть и руки, как ее силой накрыла волной. Пена, шипучка на секунду превратила в снеговика. От удара водой закружилась голова. Аля с трудом поднялась, пригибаясь, с усилием отпрыгнула, боясь, что следующая волна захлестнет и собьет с ног. С трудом побрела к берегу, утопая в песке. Худые плечи, тонкие руки, вдавленный живот, грудки куриные, стойкий оловянный солдатик. А когда-то она танцевала зажигательно, искрометно, оставляя подле себя шлейф запаха, в головокружительный треск юбок, бешеный стук колблоков, возбуждала, звала, сулила и спепелить. Ее маленькие ловкие ножки выделывали умопомрачительные па, избивающийся корпус захлебывался в бешеном ритме, только успевай следить, не зевай. Руки, спина, голова. Он однажды увидел Алю танцующей не отвести глаз. Да, ты похожа на русалку. Он протянул руку навстречу. Иди, малыш. Русалки красивые, хвостатые, волосатые. Аля закашлялась. Подняла к лицу ладони, стирая со щек приливший песок. И он увидел вены, покалеченные капельницами. Зажмурился. Она бесшумно опустилась к нему на ложе. А ведь она так слаба, что и воздух вокруг не колышется, когда идет. Подумал Андрей, нервно выдохнул. Боже, правильно ли я сделал? Аля легла рядом. Андрей почувствовал на плече мокрый ежик. От густых пшеничных коз, в которые он так любил прятаться лицом, вдыхая аромат, не осталось следа, как моль изъела химиотерапия. Они долго оставались на узкой лежанке под навесом из тростника, переплетясь ногами. В дырявые отверстия крыши просвечивался клок неба. Когда затек бок, Аля взобралась сверху, заполнив впадины на теле. Он и сейчас не почувствовал веса. Андрюшенька, сколько мне осталось? Врач что-нибудь говорил? Она пальцем провела ему по лбу, нарисовала брови. О чем ты, малыш? Кто может знать? А мне сколько? Ну почему, Андрюш? почему так рано? Аля впилась взглядом, требуя разъяснений. Казалось, вынимая душу. Я ведь и не жила еще, сказала тихо и положила голову ему на грудь. Андрей закрыл глаза, не выпуская наружу влагу. Я буду за вами присматривать. оттуда. Аля скинула руку вверх в прорезь крыши. Ты только Вадику расскажи, как я сильно его любила. Сама и расскажешь. И прекрати ныть. Думаешь, мы бы приехали сюда, если бы все было так безнадежно? Правда? Аля подняла голову. Ее подбородок остро вонзился в грудь. Ой, ой, зарежешь. Андрей шутливо застонал и положил ладонь. Я такая, зарежу. Аля громко, сочно причмокнула, поцеловала. Смотри, попугай. Она смешно заковыляла в заросли бамбука, где на ветке примастился яркий франт. Какой красавчик. Андрюш, хохолок, как у тебя. Повернула к мужу сияющий взгляд. Попугай недовольный фыркнул и взлетел. Аля вернулась обратно. А в Москве зима, Вадик на лыжах катается. Снег идет, снег идет, вдруг произнес Андрей. К белым звездочкам в буране весело подхватила Аля, приподнявшись на локтях. Тянутся цветы герани, законный переплет. Она поднялась с кушетки, повязала голову косынкой, опустив длинный конец. Встала на носочке и тихонько кружась по песку, словно снежинка пропела. Снег идет, и все в смятенье, удивленно развела руками. Все пускается в полет, откликнулся Андрей. Черные лестницы ступени, перекрестка, поворот. Какой же удивительный поэт Пастернак. Ты был прав, Андрюш, жить хочется. И снова веселый, радостный перелив колокольчика. Вечером они плавали. Аля обхватила Андрея за шею, он бережно понес ее по волнам. Океан был парным, ласковым. Андрей чувствовал, как природа заряжает тела, выравнивает температуру, питает, передает силу. Аля откликалась, оживала. Ночью Андрей долго не мог сомкнуть глаз. Ему казалось, что жена странно дышит, слишком горячий лоб, слабый пульс. Он без конца подтыкал одеяло, накрывал высунувшуюся пятку, прятал обнаженную грудь, боялся, что рука лежит неудобно, затечет и подушка высоко. Потом он решил, что слишком душно, включил кондиционер. Через некоторое время шум стал раздражать. Пришлось отключить, открыть дверь, и в комнату проник ветер с океана. Андрей тут же испугался, что сползет одеяло, и Аля замерзнет, когда он уснет. Наконец вышел на террасу и устало опустился в кресло. Над ним ослепительно сияло небо. Да будет вам Глент для тебя гореть звездная мишура. Вспомнились строчки, он тут же отогнал их, яростно погрозил кулаком кому-то в небе. Нет, он не готов сдаваться. А мы пойдем на танцы? Спросила Аля, когда они возвращались с пляжа и остановились у красочного объявления. На танцы? От удивления Андрей выронил полотенце. Ты серьезно? Хочешь танцевать? Посмотри, победит рюприз, бутылка шампанского. Я же смогу победить. Помнишь, я танцевала. Тебе нравилось? После обеда Андрей заметил, что жена вытряхивает вещи из дорожной сумки, пытаясь что-то найти. Малыш, нужно отдохнуть. Целый день на ногах, беги силы, поспи. Андрюш, а почему мы не взяли с собой танцевальные туфли и кастаньеты? Что? Как же я выиграю шампанское? Давай ты поспишь, а шампанское я тебе куплю в баре. Но в баре неинтересно. Хочу, чтобы азарт был, публика, аплодисменты. Как без туфель танцевать? В дверь постучали. Пришла медсестра делать укол. Смирившись, Аля легла на кровать, отвернув голову к стенке. Девушка долго гремела ампулами, склянками, разводила и смешивала препараты, смущенно улыбаясь. У нее не все получалось. То бинт выронит, то игла окажется слишком толстой. И от этого она еще больше смущалась и еще шире улыбалась. Было видно, как нервничает. Андрей прикрыл жену одеялом. Can I help you? предложил помощь. Но медсестра не понимала по-английски и продолжала от смущения растягивать рот. Наконец все подготовила. Надо отдать должное, укол сделала быстро и не больно. Андрей закрыл за ней дверь. Что-то долго ты ее провожал, обиженно пробурчала Аля, когда вернулся. Жена по-прежнему лежала лицом к стене. Она тебе понравилась? Кто? Медсестра. Я заметила, как ты на нее пялился. Андрей остановился в проходе, удивленно посмотрел. Кто пялился? Я? Ты, конечно. Ты же у нас известный ловелас. Вот медсестра и шприц не могла распаковать. Мне зад заморозило. Андрей не поверил услышанному. Кто ловелас? Я? Шутливо накинулся. Между прочим, ты и в Москве за девушками приударял. Думаешь, я не помню беленькую, с грудью, как футбольные мячи, из процедурного, на коширке. Как она тебя глазки строила? Аля стала обиженно отбиваться от его поцелуев. Думаешь, под капельницей лежала, ничего не видела? Да ты, Алька, ты ревнуешь. Андрей вдруг улыбнулся широко, безбрежно, совсем как смущенная медсестра, а потом засмеялся от счастья. Боже мой, Алька, Алька ревнует, значит, живет. После дневного сна Аля продолжила готовиться к танцевальному вечеру. Не сумев из привезенных вещей подобрать костюм, она предложила пойти в местный магазинчик, но и там ничего подходящего не нашлось. Тогда Аля решила сама соорудить себе платье из длинного цветного платка. Когда Андрей вернулся в бунгало, застал жену, колдующей над разрезанными полосками ткани, которые она хитроумно сшивала. Снег идет, снег идет, словно падает не хлопья, а в заплатанном салопе сходит с неба не восход. Алька тихонечко пела, и иголка взлетала в воздухе, в бамбуковых зарослях, в тропиках про снежинки. Не прелесть ли? Солнечный луч осветил ее худую спину, цеплячью шею зацепился на макушке. Андрей остановился, не решаясь подойти ближе, залюбовался. Жена шьет и поет. Вот оно счастье. После обеда он принес фрукты. О, это папайя? Аля живо откликнулась, забросила шитье и схватила экзотический плод, жадно впилась зубами. А это что? Показала на мохнатые вишневые шарики на тарелке. Пытался запомнить название, но, увы, кисло. Они расположились на террасе под навесом, на ветках неподалеку, как яблоки висели попугаи. Аль, посмотри, ты приучила их появляться, как только мы сюда выходим, кивнул на птиц. Ага, я им хлеб крошу. Мне уж кажется, это не попугаи, это куры на огороде. После ужина Альку охватило возбуждение. Она репетировала выход, примеряла костюм, две полоски, подводила глаза. Выяснилось, что косметичка полупуста. Еще бы, в каком состоянии она была, когда укладывали с дорожной самое нужное, привычное, градусник, грелку, шприцы, медикаменты. Разве думали, что могут понадобиться пудра и румяна? Она немного капризничала, обиженно произнося, Андрюш, но ты-то мог туфли запаковать, балетки, как без них? Эта капризная Андрюш и ее слегка топыренная губа радовали больше, чем поднявшийся гемоглобин в последнем клиническом анализе. Они заранее вошли в полупустой, еще не заполненный зал. Тихо играла музыка, официанты сновали между столиками, разнося напитки. На сцене одиноко рыдал саксофонист, извлекая из груди проникновенные звуки. Андрей увидел неподалеку старых знакомых, немолодую парочку. Мужчина был в футболке и в немного старомодных хорошо отутюжных брюках. Седые виски тщательно приглажены, спутница поменяла наряд и теперь щеголяла в платье с глубоким вырезом на спине. Пальцы, руки, шея в крупных блестящих украшениях, волосы перетянуты лентой, маленькие глазки, утонувшие в складках кожи, жирно подведены стрелками. Дамочка напоминала стрекозу. Интересно, сколько у них внуков? Шепотом спросила Аля. А правнуков? Наконец публика собралась. На сцену вышел конферансие и объявил о начале танцевального вечера. Ему оживленно захлопали. Музыканты заиграли что-то легкое, приглашая размяться. В свете ярких огней Андрей снова отметил в глазах жены лихорадочный блеск. Понял, что температура взлетает. Пожар в ладони он уже мог легко определить, на каком делении зависнет ртуть, если поставить градусник. Боже, правильно ли я делаю? Подумал и снова решительно отогнал страх. Он не любил танцевать. В свете рамп чувствовал себя глупо и чрезвычайно неловко. Другое дело бежать или плавать. Но Аля это была ее стихия. При первых звуках музыки ее хрупкое тело устремилось куда-то ввысь к звездам. Ноги, спина, шея начали страстный диалог с руками. Ее сразу заметили. Андрей отпустил горячую ладонь, словно выпустил в плавание. Сам вышел на воздух. Солнце скрылось, на улице стало совсем темно, впереди чернела гора, остро пахло цветами. Он стоял у входа, отсюда хорошо была видна сцена. Увидел, как Алю пригласил седовласый мужчина. Его спутница, не отрываясь, следила за ними. Потом она повернула голову к выходу и увидела Андрея. Они улыбнулись друг другу, как старые знакомые. Аля танцевала с таким жаром, что сразу всем стало понятно, она лучшая. Полоски из платка едва ее прикрывали, косынка на голове придавала облику отрешенности тайну. Глаза сухие, блестящие. В какой-то момент она отшвырнула в сторону свои неудобные туфли и заскользила по полу босиком, закручиваясь, извиваясь, захлебываясь от ритма. Казалось, сгорала. Всю ночь она дрожала от озноба, что-то бормотало во сне. Андрей прислушался, услышал про снег. Он сгреб арку в охапку и навалился сверху. Представил, что через сердце впускает в грудь свою энергию, пока от жары жена не промокла. Потом из ложечки поил чаем, чтобы лучше согрелось. Шампанское было слишком холодным. На рассвете Аля ушла. Ушла тихо, спокойно, с улыбкой на счастливом лице. Выбрала момент, когда Андрей провалился в зыбкий сон от усталости, и выпустил на мгновение маленькую ладошку. От себя оторвал. Он потом долго не мог простить себе, что уснул той ночью. Не уснул бы, все было бы иначе. Утром бы снова пришла медсестра и, улыбаясь, сделала бы Али укол. А потом они стали собираться домой. Отпуск закончился. Впереди их ждала долгая дорога в заснеженную Москву. Новый виток марафона. Служащие отеля и отдыхающие вышли бы их проводить. Андрей вскрыл бы шампанское. Проверный официант торопливо принес бы фужеры. Прощаясь, они чокнулись бы искрящей жидкостью с престарелой парочкой. За здоровье, за любовь. Сидя в такси, Аля вдруг всхлипнет. Что, малыш, отвратительный отпуск, потрет глаза и часто-часто заморгает от обиды. Три недели на океане, а любовью не занимались. Ты так меня не захотел. Аль Каааа, во весь голос захохочет Андрей, запрокинув голову. Ты, нет, ты прелесть. Порывисто схватит мокрую от слез руку. Я просто, я, видимо, не готов, что ты так стремительно оживаешь, навсегда расстаемся с тобой дружок нарисуй на бумажке простой кружок это буду я ничего внутри посмотри на него и потом сотри а Продолжение следует...